так и я тут я жив все нормально так опять уснул комп жив вполне возможно точнее был не 100 а просто комп вырубился вполне возможно что я 5 вольт где-то замкнул и сработала защита в блоке питания так трансляция работает сколько 16 человек в общем в общем в общем в общем блин исходники утерял надо заново писать но я не знаю есть ли смысл в этом же духе продолжать дальше нет исходники утеряны хотя их можно достать с папки с временной папки а вы пока понаблюдайте блин application не в local по идее она должна быть мне кажется это ехан и бабай а чё микрон микрофон выключенный так и сходники то нету блин щепчат вырубился что-то это не то а Ага. Так, народ, звук есть? Есть. Ох, как он голос напищит, собака. Да, ёлки... Ох, я... Хорошо, восстановил я исходники из папки темп. Правда, вот такая вот фигня, здесь инлайн какие-то появились. Ой, блин. Что-то не совсем то, что бы хотелось. Вот. 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 Ёхан и бабай. Короче, стрим этот я запорол. Я не сделал так, как хотел. Увы. Что? Что такое? Чё не хочешь компилировать. А, этаж 167. Блин. 100500 версий с Риде Орденой Диа стоит на компе. Да. Может быть, я когда-нибудь стану на путь истинный. Я свою какой-то Виновер или ещё что-нибудь в этом роде. когда-нибудь, когда я буду нормально деньги на этом зарабатывать, а не увлекаться этим в качестве хобби. Ну ладно, это такое. А может быть и никогда. А вот чат уже не работает, да? Так. Хорошо. Теперь будем без чата на экране, по крайней мере. Пишите. И что? Что это у меня получилось? Там писали добавить задержку, да? Чтобы... Возможно, микроконтроллер слишком быстрый для этих исходников. Я не знаю почему. Такая фигня. А, есть задержка. Уже. В общем, в чём... А это что за колод? Ага. Понятно. Вот. Подключил к пауэрбанку. Пауэрбанку. Всё равно показания скачут. Но немного меньше. Пауэрбанк даёт более чистое напряжение, чем мой комп. Если что... Так, народ. Я не знаю, стоит ли мне продолжать в этом духе, потому что, ну... Я зафейлил. Честно признаюсь, полностью зафейлил. Вообще нифига не сказал того, что хотел. Вот. Но, заметьте, я ни разу не упомянул о донатах. Так что... Это просто... Убили... Сколько там... Два часа. Ну, ладно, это такое. Мы с вами, вы со мной. Называйте, как хотите. Что, блин, 1024 уже? Или, может, перемены переполняется? А, вполне возможно, что перемены переполняются. Потому что на SM32 там немного другие. Да, не то же самое. Ну, так что, стоит ли мне продолжать или нет? Что скажете? Ну, так что. Итак, у вас вопрос? Да, Продолжение следует... Только один Владимир Ульянов поддержал мысль о том, что нужно продолжать. Я не знаю, но стоит ли ради одного человека... О, спасибо за донат. Спасибо за донат. Завтра новый стрим. Я не знаю, так что-то я вообще все запорол, почему-то так... Приуныл. Но заметьте... Шумы стали меньше. А что я сделал? Я просто... Землю переключил поближе... К конденсаторам. Там же видно? А, блин, вам же ж нифига не видно. Вот. Что я сделал? Вот этот вот зеленый провод, это земля самой платы. И я его перекинул поближе к... Вон, керамическим конденсатором был. Хотя не скажу, что слишком... Сильно помогло. А может быть, это сам резистор. Там контакт плохой. Подстроечник. Или стабилизатор шумит. Это же 3,3-вольтовой логин. Там стоит свой стабилизатор, который делает из 5-ти вольт-3. В принципе, можно попробовать подкинуть электронитик на 3,3-вольта. Нет. Блин, он так голос напишет. Я только что отключил... Этот, как его там, таймер автовыключения. Но он всё равно будет включать. Да, здесь... Ну, заметьте, у нас уже здесь плюс-минус на 3 значения скачет. А там сколько было? Плюс-минус 0,04, да? Или больше. Здесь даже можно сказать плюс-минус 0,02. Блин, и это уже с 1020. Хорошо. Ладно, давайте продолжим. Ну, давайте попробуем наращивать напряжение до нашего максимума. А максимум у нас... Сколько максимум? 35 я выставил. Так, что там видно? Ну, давайте пусть будет 34 ровно. Да, здесь тоже есть нелинейность. Так что... Возможно, это действительно проблема делителя. Я слишком большие номиналы взял, и из-за этого сопротивление аналогового входа... Сколько там, я не помню. По-моему, ОАВР 100 килоом, если я не ошибаюсь. И оно как-то тоже влияет на вот этот вот... Может, резистор подкинуть. Думаешь, проблема в операционном усилителе? Опять же, повторюсь, не делайте вот так, как я на ходу вынимать операционный усилитель. Ну и что, разве что что-то поменялось? И всё равно со мной 17-16 человек. Я офигею. Да, у меня операционник только по току. На напряжение я его не ставил. Если я буду искать причину, то это, скорее всего, затянется до утра. Прошлый стрим провалился, честно говоря. Слишком уж длинный был. И это тоже провалился, но хоть он не длинный, но я не сделал то, что хотел. Кстати, я думаю, что немногие выдержали до этого момента. За прошлые донаты я купил вот эту вот вебку. Ну, в общем, кто смотрел анонс, тот в курсе, что я приобрёл вебку. Ну и что? Ну, ещё можно погрешить на... Ой, блин, поцарапал. Я охренею. Вот я ж сволочекая, ага. Нет, это замечательный мультиметр. Ну, всё. Давайте я сейчас ЮНИТ подкину. У ЮНИТ точность на шапку выше, как говорится. Так, ну, что помещается. Ахрен там. Ещё у него щупы долгие. Провод щупов долгий. И он их тянет вниз на пустой. И дисплей говно. Углы обзора фиговые. Так, 34.04. Ну, попробуем откалибровать по ЮНИТ. Так, я, наверное, там в своей заднице маячил. Не, это надо убрать. Вот так. Хорошо. Блин, та же фигня. Тоже так скачет, скачет показатели. О, кстати, неплохая картинка из моего нового смарта. Надо же. Так, что там пишут? Так, земля. Ну вот она земля, земля делителя. И вот она идёт, идёт, идёт и сюда. Всё равно фигня. Ну, короче, разобрались. У нас здесь, в принципе, такие самые симптомы, как и у Diggy Spark. Так, вот это вот платье. Почему я её выбрал для вот этого вот метра? Потому что здесь есть внутри дифференциальный усилитель. То есть, грубо говоря, вот этот вот операционник, есть внутри микроконтроллера. Вот этого замечательного. Поэтому здесь у меня на платье, кроме шунта, двух подстроечников и одного ресистора, но и этих клемм. Ничего нет. Всё в микроконтроллере. А дисплей подключается I2C. Вот такой. Да, это лишняя деталь. Да, большая стоимость. Но зато простота на уровень. Всё, что нужно, это подать на микроконтроллер через делительное напряжение. Также этим обеспечить шунтирующим резистором для измерения падений напряжения. Давайте попробуем откалибровать на напряжение 15 вольт. 15, 0,2. 0,1. Блин, и что же оно так фигачит, а? Неужели это действительно всё макетка наводит? В случае STM32, 431 регулируемый стабилитрон не поставить. Там нет порта для опорного напряжения. Разве что сделать 3,3 вольта питалово. Хотя 431 не такой уже и точный. Ну, какая там разводка на плате? Сейчас покажу. Да, наверное, это всё из-за потенциометра. Слишком большой номинал. У него номинал 100 кило... Да, у него номинал 100 кило подстроечника. Возможно, он... Да, я вот сейчас возьму осциллограф, но толку, если подключить к осциллографу... Во-первых, он сам шумит, потому что это, в общем, самое, что не есть бюджетный цифровый осциллограф. Ну, далеко не самый-самый-самый бюджетный, но из бюджетников это самая начальная модель. И там по-любому мы увидим шумы самого осциллографа. Так. Сейчас разводку покажу. Только разводка нарисована криво, я надеюсь, вы закройте на это глаза. Эй, блин. Та, ёхан и бабай. Чё-то всё начинает тупить. И я в том числе. Так. Скринкаст. Хоп. Ну, вот такая там примерно схема. Я надеюсь, разборчиво более-менее. Вот эта вот точка земля подключается к земле отладочной платы. Вот эта вот подключается к минусовому... Ну, короче, к операционному усилителю. Вот эта вот точка. Этот резистор... А, нет, здесь немного не так. Здесь обычный резистор, а здесь подстроечный резистор. Наоборот, я нарисовал не так, как надо. То есть, вот этот вот обычный резистор на 10 кило, вот этот на 100 кило. И им я осуществляю подстройку. Давай. Сейчас подкину. Опс. Так, чё там? Есть. А где он? Где я уже делал электролит? Так, на пруга у нас... Программа. Пленц, как выпью кофе, так руки сразу начинают трястись. Так. Так, блин. Чё-нибудь зашёл? Электролит на номинал. Где у него номинал? Фокус мне, пожалуйста. Ну да, вот видишь. 25 вольт, 100 микрофарад. Так, офигня. Ха. А ну, добавлю. И... И чего это я протупил? Получается. С керамикой? Так. Эй. Фокус мне, пожалуйста. 10.04. 100 на фарад. Чё там? Сейчас экран будет. А! Ну вот, смотрите, почти нет пульсаций. Я чё-то вообще не понимаю. Но я вам говорил вначале, что этот стрим будет... Интерактивный. В отличие от предыдущего. Блин, где я в отвертку уже делал? Начинается, блин. Если не электролит, то отвертка. Так, как бы там так повернуть? Не-не-не-не-не, ну что? Не туда. а электричество инерционности добавляет ну вот как то вот такая вот картина получилась хорошо ну давайте например сделаем опять те же самые 4 2 вольта вот 421 а вот видите в отличие от авар здесь такой вот погрешности нету конечно же я там электролита не добавлю но тем не менее да нет я думаю что это не выстрелите дело это все просто надо хотя бы собрать на это не я оно само как моя младшая сестра говорит да все таки в электролите вот с керамикой кстати а что это кара керамика сделала только что а неужели свое сопротивление несло ты смотри не а ну я же я еще такого не видел честно говоря вот это да керамика вносит свои коррективы вот вот я же говорил что у меня с таком паке кашу вид по питанию особенно по 5 вольтам вот я сейчас запитаю сейчас вот запитываю от повар банка все вот это удовольствие и смотри давай сделаю какой там ну пусть будет 3 и 3 3 35 да ты смотри это просто мистика какая-то честно говоря но здесь вообще 3 и 36 ну это такое но вы заметите какая разница потому что я подключал с пауэрбанками ордынку хорошо и что дальше кранку прозвонить а ну-ка а ну-ка хорошо сейчас подкину другую керамику если найду так сейчас уже начался самый хардкор то есть остались только те ну у кого хватило сил всем спасибо ребята что вы еще со мной еще аж 20 человек о кот проснулся вася 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 иди сюда не хочет сейчас вам покажу этого засранца где сиди опа опа на вот он наглая морда вот посмотрите на эту наглую морду вымахал какой царапается кусается еще умеет, блин, царапнуть в глаз, сволоча такая. Да, Вася? Что хочешь? Жрать? Да не надо тебе кормы-то. Иди, иди гуляй. А, может быть, он скучает. Жрать. Не хочет. Хорошо. Что там пишут? Да, возможно, импендант с керамики. Балдеет. Но хвостом машет. Хвостом машет. Все-таки чем-то недоволен. Чем-то недоволен, Вася. А? Не надо, как на меня появится. Не надо, ладно. Вернемся до наших баранів. То есть, ближче до темы. Ой, я уже на украинском балакаю. Хорошо. Хорошо. Что там вы пишете? Так я же понебудил. Он сам встал. Сам пришел. Он просто иногда бывает скучает. Сейчас дома никого нет, кроме меня. Не надо, не надо. Так давайте на меня. А то он так может укусить. Он так может укусить. Я знаю. А, вы же не бачите. Вы же не видите, как он на меня смотрит. Не надо. Я знаю, я знаю этого гада. Он у меня же раз за нос укусил. Сволочь. Что-то нормально укусил. Гаденыш. Так. Хорошо. Прозвонить керамику, да? Давай. Там мультиметр, да? Стоило мне уйти, и он сразу на кресло. Хозяин засраный. Так. Сопротивление. Мегаломы. Укорычное сопротивление большое. Это я касаюсь. Да нет. Оно у меня про звонку. Стоило на фарад все нормально. Я не знаю, есть ли такое понятие, как ESR для керамики. Ну, думаю, что есть. Так, я сейчас сменю керамику. Что вы там пишете? Вот он, хозяин. Разлегся на моем месте. Да, кресло, в общем, не айс, но не суть. Блин, еще среди этого хлама найди попробуй конденсатор. Есть еще керамика. Эту керамику я покупал на базаре, та, что была сейчас на макетке. А вот эту в интернет-магазине. Это 150 манофарад. 15,4. Ой, я же напряжение не включил. Одно число. Так, сколько там? 32, 33. А ну-ка, по мультиметру. Бачите, артефакт появился на дисплее. Надо перезагрызить плату. Так, 2, 3, 4. Креплется. Стоп, стоп, стоп. Обращаем внимание на показатели на мультиметре. Они никак не изменились. А вот здесь зато меняется. Короче, кондюки, наверное, не стоит ставить вообще. Лучше вот эти вот душить программы, пульсации. Или как правильно их назвать. Блин, и что делать? Вот этот вот развалился. И что мне же делать? Эй! Эй! А я досиди, ты маю. А вот нагло. Блин. Приютили называется. Это у меня коробки с радиодеталями. Прямо на кровать. Слыв нафиг. Пшел. Хозяин за сраной. Хорошо. У меня есть еще кондюки для кварцевого резонатора. На 18, по-моему, нанофарад. Но какой смысл? Это слишком маленький номинал. Я думаю, что сам порт микроконтроллера имеет побольше значения. Товарищ Девтеч пишет, что подключение конденсатора никак не должно влиять на показания. Но я думаю, что все дело в том, что у меня номинал делителя слишком большой. И из-за этого получается такая вот фигня. Проверить нелинейность или нелинейность. Хорошо. Пусть будет 10,10. С электролитом. Ну, пусть будет 30,34 и 67. Ну, 33,66. Тихо. Чуть-чуть за много. 34,66. А здесь 6,3. Ну, ладно. Добавим. Ну, вот разница в 2,02 всего-навсего. А вернемся на назад. Ну, например, будет пусть 3,7. 3,7. Ну, вот, сами видите, в общем. Я не знаю, кто выдержал до этого момента. Ну, здесь дела с линейностью ОЦП значительно получше. Блин, я же, что выдержал до этого момента. Блин, я же, что выдержал до этого момента. Вот гад. Вот гад. Кровать мне шкрябает. Вот, 3,7. Вот такие дела с электролитом. Пошли. На булочек. Сейчас. Спасибо. Продолжение следует... 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 вообще я вижу чат живет своей жизнью 3 часа стрим идет короче все наверное я зафейлил все не знаю наверное больше стримов делать не буду разве что не тематические какие-то там абстрактные но я не скажу что это проблема с керамикой но я думаю что так быть точно не должно ну по крайней мере в теории кстати она круга на мультиметре плавает еще из-за того что там батарейка садится а хорошо давай наверх посмотрим а вы я пока буду подключать можете пойти парик перекурить или поесть или еще что что то там так звук пока отключу и 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 Продолжение следует... 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 вот так подкиньем керамику напряжение это а вот здесь особо керамика не влияет вот эту я брал да есть еще и так ножки погнуть что есть что и нет то же самое хорошо а как насчет 36 вольт точнее 30 вот это вот это прикол а здесь у нас аж 39 вольт вместо 38 один твой один вольт разницы получается видно мультика именно земля смотри земля у меня берется отсюда вот она идет вот проводиком и тут видно короче земля берется отсюда идет проводиком и сюда сюда вот на это черный провод и он уже идет сюда на нож на пин джей нд ардуино отсюда же он идет сюда то есть этого джинда идет сюда здесь подключены если дисплей потенциометр а земля а и земля операционного усилителя может быть операционный но усилитель есть смысл подключить поближе например сюда стоп а что это я так уж и делал а все правильно вот но все равно получается такая фигня 38 почти вот какая гадость до мультиметре но по поводу разводки тут вообще ничего ничего говорить не стоит потому что это все на макетке здесь по любом что то не так он одни эти провода у меня вот это от шунта он смотрите просто идет в воздухе вот такая вот грубо говоря такую вот петлю делает а здесь же напряжение мили вольт и но хотя потока у нас еще пока сильные пульсации не наблюдается хорошо давайте опять же подстроим по напряжению 38 вольт и куда то что то уплывает не успеваю настроить как уже уходит ну если у вас еще хватит терпения я могу выпаять подстроечники запаять обычный ну обычный резистор на 68 килоом и относительно относительно него подправить исходники но это если у вас еще хватит терпения на это потому что сейчас пока паяльник нагреется пока выпаю пока запаяю питание напряжение то есть рев давайте замерим ревку еще бы как нибудь туда достать до этой ножки рев вот так я наверное достану видно не а блин видно не а блин сделаю видно видно по идее должно быть видно вот такое у нас опорное напряжение стоп она плода питания какая а питалова у нас питалова питалова на операционнике можно посмотреть 4 7 все дело в том что там стоит защитный диод о котором я говорил который ну короче там стоит защитный диод по плюсу из этого на орденке так вот походу это и развязка этой эпопеи я сейчас уже начинаю догадываться почему почему я получаю нелинейность но сначала так это у нас напряжение на ножке ариев только как бы так его не хорошо давайте я сейчас буду убавлять напрогу обратите внимание на это и на это я даже знаете что сделаю плечо относительно измерения и мы увидим насколько напряжение изменится когда я буду убавлять на пробу да не сильно она и меняется честно говоря так вот 4 и 2 а здесь я выставил 42 вольта по моему блоку питания а этот отображает 46 и 06 то есть занижает показания если откалибровать в этом режиме блин так 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 да я не так уж и часто пользуюсь паяльником да и вообще не часто последним временем что-то паяют этот вот проект в ваттметр это моё скажем так возвращение я уже забыл когда что-то кодил серьезно ну как серьезно так чтобы вечером седаешь кодить и утром уже когда светло уже заканчиваешь от истощения так так то есть получается что вся погрешность из-за диода которые в ардуинке 5 вольт стоит подавать нет давайте давайте вообще обсудим это все 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 обсудим эту тему так то ли я утратил нить смысла в комментариях то ли я не догоняю о чем вы пишете звук есть я хоть звук включил а 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 Продолжение следует... У LM358 ограничения, по-моему, там стоит два транзистора на выходе, и из-за этого напряжение на выходе может быть на 1,4 В, то есть 2 по 0,7. 1,4, да. На 1,4 В ниже, чем напряжение питания. То есть все упирается в транзисторы. Там стоит комплимент... Это сборка Дарвентона, если я не ошибаюсь, в операционном усилителе на выходном каскаде. Да. 5 В берутся от Ардуино для операционного усилителя. Хорошо, давайте я сейчас запитаю Ардуино от аккумулятора. Да, ёлки-палки. Погнал уже. Уже полную. Так. Хоп. Так. Стояночка. Ёлки. Ага, земля, земля есть. И семени земля здесь. Есть семени земля. Так. Так. И вот на вот столько у нас увеличилось напряжение, опорное напряжение. и вместе с ним заметен на дисплей, как он работает. Хорошо. Но это понятно, потому что в самой Ардуино стоит стабилизатор. То есть напряжение от USB там подается через диод. На диоде идет еще падение. Из этого мы получаем 4,7 В. Это первое. Что я догнал. Что я вспомнил. Второе. При подключении к штатному стабилизатору, который находится на Ардуине, у нас напряжение поднялось на 0, ну короче, на 200 милливольт. Ну, 218. Если быть точнее. Ой-ой-ой, туплю. То есть стало 4,90, ну грубо говоря, 4,95 В. Это напряжение, относительно которого АЦП производит измерения. Так, давайте. Теперь я вам покажу на пробу на операционном усилителе. 4,90, 940. Картинка есть? Потому что мне на дисплей нет. Действия. Ну, короче, картинка есть, да? Вот. Что там? Ничего? Так, есть? Картинка есть. Хорошо, вернусь к комментам. Хорошо. Ну вот, сейчас уже питается от аккумулятора, то есть от 12-вольтового аккумулятора через линейный стабилизатор Ардуинки. Там стоит АСМ-3.7, 5,5-вольтовая версия. Классика, в общем. Вот такой же, как и вот тут. Ни хрена, наверное, конечно. Хорошо. Да, вполне возможно, потому что на Diggy Spark, как я говорил, то тоже та же самая фигня с линейностью. Если откалибруешь по большому напряжению, то на маленьком врет. Если откалибруешь на маленьком, то на большом врет. Ну, в общем, точно та же самая фигня, что из Ордыны. Виталик ушел спать, Виталик горит не в. Исходник. А какой исходник? Я вроде ничего еще не менял. Поэтому, может быть, исходник видео имеет в виду. Ну, ладно. ЕС то вы. Ничего не понимаю. Короче. Ничего делать. Включать паяльник. Я бы же за это дело за это время перепаял бы. Емки-палки. О, блин, чем-то придется пожертвовать. А чем? Светом. Светом придется пожертвовать. Так. О, блин. О, блин. О, блин, чем-то. сейчас греется паяльник пока можете перекурить ну или пойти поесть или еще что то что хотите а я пока заменю подстроечник на такой резистор на сколько 68 кило он но это немного уменьшить напругу ну ладно сейчас посмотрим что я могу сделать у меня есть вот такая замечательная коробочка с резисторами какие угодно здесь есть с резисторами с резисторами какие угодно здесь есть с резисторами так есть на 68 кило мы почти 70 его и поставлю и 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 66 68 68 и 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 Продолжение следует... О, пятачок отвалился. От гитинакса. Пихточек. Упс. Вот он, засранец. Пихточек. 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 Продолжение следует... 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 я пока еще тут я тут пока вы не уходите как вы уйдете таки я завершу я смотрю еще смотрят нас 18 19 человек ну и какое-какая активность в чате и есть при джеках ты что-то там спамил на предыдущем стриме я видел видел в коментах что-то там на яндекс диск какие-то ссылки нг не или не гад я я не вникал в коменты так что не могу сказать ладно в любом случае чат это отдельная жизнь скажем так так откалибровать в общем можно но уже в коде потому что резистор у меня теперь обычный неподсрочный кстати надо надо на ларить я видите как я замучил вот этот вот резистор которого я уже довел до такого что он только в троне сразу сопротивление меняется просто вот этот вот эту крутилку троне сразу сопротивление уходит ссоры так калибровка да нам надо значит убавить 1 вольт сейчас попробую смотрите я еще сейчас подключу эту ордынку к компьютеру обратите внимание на на напряжение на дисплее никак не поменялось не стоп 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 ордынку перезагрузила не никак не поменялось надеюсь ордынка да ну меньше просто в чем фишка почему вот я сейчас подключаю комп комп и напруга не изменяется потому что я сейчас питаю от аккумулятора вот он 12 вольтовый аккумулятор и идет на встроенную в ордынку стабилизатор питания 5 вольтовый и на нем напруга больше чем напруга от usb потому что там стоит диод который не дает напряжение назад уйти на комп вот вот если я сейчас отключу питание до аккумулятора напруга вот видите сразу изменилось потому что напруга проседает а а здесь относительно напруга стабильная но это стабилизатор он нагревает микроконтроллер ну таки тепленький но не комнатной теперь температуры хорошо верну возвращаясь комментам там есть подсрочник один для шунта то есть чтобы можно было падение напряжения регулируем как падение напряжения падение напряжения на шунте идет на подсрочник чтобы я мог если что убавить немного вот не ну не то что там горячий такой теплый микроконтроллер так у меня номинал в землю идет почти всегда это 10 кило то есть нижний резистор делителя где ладно схема где там ты протеус ну как микроконтроллер не должен греться он вообще-то греется как ни крути потому что он работает на частоте 16 миг герц это же как бы немного есть чуть-чуть конечно нагревается это понятно что там не 100 градусов цельсия но чуть больше чем комнатная температура схема у меня вот такая получается сейчас обычным резистором этот на 68 этот на 10 то есть коэффициент 1 к 7 и 8 мы почти 18 хорошо 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 это показал а блин я не то показал елки-палки шо за нафиг вот 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 6 8 ну было 70 стала 68 но это это в по проекту нашим попать вы по теоретической часть вот такой вот номинал делителя и вот такая вот у меня схема по идея должна быть хорошо нам нужно на 1 вольт убавить 1 вольт убавить то есть это должно быть по идее 39 а и 1023 должно быть 1024 дает ошибку о которой я говорил в анонсе стрим анонсе стрима так 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 ком порт наверно не выбран ой блин тут у меня не все вообще никто выбрана что надо 42 ком видит сейчас оба пусть там компьютер для подпадать м32 знаю по что компилил она не по то что нужно так и по то хорошо дисплей а блин ну елки-палки я опять затупил короче вот 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 она вот она схема вот так вот у меня все устроено ну правда вот тут стоит подстроечник на 10 кило вместо вот этих вот двух резисторов один подстроить не один подстроечник на 10 кило вот этот резистор у меня был подстроечный на 100 кило я его выпаял из поставил на 60 там точнее 67 если верить мультиметру а принципе ему верить можно вот у такая вот схема у меня получается было ну амперметра конечно здесь нет это чисто для наглядности стоит так и чё там еще надо убавить 6 на пробу я буду подбирать конечно же ой 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 не то так 38 и скажем 5 хотя в принципе кофе цены делителя можно посчитать в коде ариф 5 код есть блин код есть навыка у меня в фотографиях есть код навыка там связь схема с вот это вот эта вот схема и там есть исходники считается напряжение у меня они считаются напряжение у меня вот так а кстати вот эти вот строчки можно потом убрать чтобы arduino лишние процессорное время не тратила на вот этот вот расчет вот эти вот этих вот значений их можно посчитать в начале и записали глобальную переменную но пока что это для наглядности я вот так вот оставил сколько то 25 наверное надо добавить ну допустим 75 так 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 почему я не за мне захотел использовать и n и 200 219 это по-моему ай тусе вольт-амперметр потому что у меня его нет да и это железка которую скорее всего у нас у наших по крайней мере украинских интернет магазинах не найти не вообще-то можно найти но я по крайней мере хотел показать все как сделать из того что можно вот например м-358 ну он есть везде его можно достать практически откуда угодно а вот это вот ай тусе вот вольт-амперметр это уже вещица которую надо надо поискать немного конечно же лучшим там по моему цп более серьезный чем у этой у аверок там а цп 11 битный если не ошибаюсь так то есть резисторы чтобы получить коэффициент 1 к 10 это надо на 90 ом кило у меня 90 килоом нету это пока сверну никаких 5 вольт у меня в коде нет расчета я считаю совсем по-другому я считаю как в примере вот этом read analog voltage здесь вот так вот все считается здесь вот меняю значение на свое там какое-то и она все высчитывает и уже выводит какой вариант озвучить jk в китае недорого это понятно но у меня цель была немного другая конечно же я когда-нибудь обзаведусь это этим девайсом то есть ай тусе вольт-амперметром и обязательно его поставлю на diggy spark но чуть позже не сегодня точно да ну мы измеряли напряжение питания на микроконтроллере там если питать от 12 вольт вот как сейчас то напряжение на напряжение питания микроконтроллера 4 и 95 это я уже показывал у меня сейчас все подключено вот так только уже здесь нету подстроечного резистора вот этот вот нижний который идет на землю на 10 килоом а верхний на 68 килоом то есть коэффициент делителя получается 1 и 1 к 7 и 6 не 7 и 8 почти 1 и вот 1 к 8 вот такая схема у меня вот этот вот минус я вот это вот но вот это я подключаю к gnd ардуине вот это идет на операционный усилитель на отрицательную обратную связь вот этот вот идет на а 0 на аналоговый порт ардуино вот такая у меня сейчас схема по идее все правильно до порно и напряжение это у меня установлена напряжение питания то есть измерение относительно плюсового но измерение относительно висиси в ардуино по умолчанию так стоит поле елки-палки меня уже 11 часов сколько стрим уже три часа идет так я вижу что уже народ расходится я думаю что записи этого стрима не будет я не вижу смысла вообще никакой смысловой нагрузки в этом стриме не было одни файлы короче все я буду закругляться если вы не против а а блин на макетке так не хочется делать делитель потому что я один раз вот так делал и меня провод выскочил и упал на микроконтроллер и бах бах